Здравствуйте, уважаемые зрители. Хочу вас ознакомить с самыми последними новостями. Президент Азербайджана назвал нелогичными заявления России о поставках оружия Армении. Недавно Шойгу встретился с министром обороны Армении и заявил, что будет поставлять оружие в Армению в больших количествах. После этого азербайджанский лидер весьма обеспокоен недавними заявлениями российского военного руководства о поставках оружия в Армению. Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал нелогичным заявление с российской стороны о поставках вооружения Армении. Признание Алиева его очень беспокоит то, что несколько дней назад министр обороны России во время встречи с армянским коллегой заявил о начале процесса поставок российского вооружения в Армению. Наши ожидания от России заключаются в том, что она не вооружала Армению. Мы довели этот вопрос до российской стороны. Это нас беспокоит, сказал он в интервью. Он считает, что война закончилась. Армянский народ и руководство смирились с поражением, что показали последние парламентские выборы и победа действующей власти. В том случае, конечно же, вооружение Армении не укладывается ни в какую логику. Мы пока этого не видим, не наблюдаем. Но с российской стороны были бы некоторые заявления. Несколько дней назад министр обороны России во время встречи с министром обороны Армении сказал, что начался процесс поставок российского вооружения в Армению. А это очень беспокоит Азербайджан. Алиев при этом заявил, что Азербайджан продолжает вооружаться турецким оружием. 12 августа появились сообщения о том, что азербайджанские власти ведут переговоры о закупке израильского оружия на 2 миллиарда долларов. Ну, после этого, как вот Альхам Алиев заявил, что мы будем покупать вооружение у Израиля на сумму 2 миллиарда долларов, после этого и армяне тоже думают, а мы что, дураки, мы тоже будем закупать у России вооружение на всякий случай. Шойгу обещал, да, будем поставлять вооружение. Армяне тоже испугались, тоже хотят вооружаться. Но тоже им Шойгу сейчас подкинет. Может, не продаст, а просто списанные эти самые ракеты, все эти танки, все эти установки, а это ПВО. Все, что осталось в России со старых времен, ну, как сказать, уже морально устаревшее, все отдаст Армении. Ну, и вот теперь еще Альхам Алиев заявил, что точность переданных Ереваном карт минных полей составляет 25%. Армяне опять обдурили, как сказать, обменяли пленных, обзамен дали карты, которые не соответствуют действительности, всего лишь 25%. Президент Азербайджана обвинил Армению в неискренности, одновременно утверждая, что работы по разминированию идут ускоренными темпами. Президент Азербайджана Альхам Алиев в интервью ЦНН Турк заявил, что точность переданных армянской стороной Азербайджана за последнее время карт минных полей составляет 25%. Ну, как армяне в своем стиле, как всегда, обдурили. Так, в июне Армения передала Азербайджану карты минных полей в Агдаме, взамен Баку вернул 15 пленных, да. Столько же граждан вернулись еще 3 июля, когда Армения передала карты заминированных территорий в Физули и в Зангелане, там, да. Были, да, вторая эта партия. 3 июля при последничестве российской стороны в Армении вернулись 15 пленных. В сообщении правительства говорилось, что в свою очередь армянская сторона в качестве жеста доброй воли передала Азербайджану карты минных полей в Варанде, Физули и Ковсакане из Ангелана. Еще 15 пленных вернулись на родину в июне. Тогда Ереван передал Азербайджану карты минных полей в Агдаме. Азербайджанский лидер обвинил Армению в неискренности. Он заявил, что на указанных территориях заложены сотни тысяч мин. И с момента окончания войны в Карабахе, ну, с 10 ноября по сегодняшний день, на них подзорвались более 150 гражданских лиц военных. При этом Алиев заверил, что работы по возведению структуры идут ускоренными темпами. Ну, как всегда, да, армяне в своем стиле подсунули карты недостоверные. И после этого, думаю, обмена пленных уже не будет. Уже, если так, армяне поступили, как сказать, нечестно, как заил их Амалиев, и карта составляет всего лишь 25, ладно, хоть 50 бы процентов было, как бы. Так вообще это смысл. Ну, в общем, такие новости. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч.